МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. В начале коротко о некоторых темах выпуска. 170, клянусь, прозвучали на Медальной площади. В Сочи приняли присягу новобранцы спортивных род ЦСКА. Субботник прошел, но не везде продуктивно. Управляющие компании могут получить штрафы. Об этом заявил мэр Сочи по итогам обхода улицы Гагарина. Чего хотел добиться неизвестно, но людей напугал. Мужчина пытался поджечь себя у Адлерского вокзала. Сочинец признан лучшим водолазом России. Вячеслав Ивашенко стал призером конкурса «Созвездие мужества». К зиме готовы. В Краснодарском крае завершилась вакцинация против гриппа. Итоги прививочной кампании журналистам прокомментировал глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатор отметил, что Кубань находится в зоне риска, так как на отдых в край приезжает большое количество туристов и есть вероятность распространения инфекции в регионе. Цитирую. Больше половины жителей края, около трех миллионов человек, привиты, а значит, защищены. План обязательной вакцинации выполнен на сто процентов. Прививка позволит избежать серьезных осложнений от гриппа. Практика прошлого года показала, что вакцинация существенно снижает риски. Конец цитаты. Напомню, в прошлом году прививку от гриппа сделали более двух с половиной миллионов кубанцев. Это позволило снизить заболеваемость в несколько раз. Исторический труд длиной в жизнь. В Краснодаре прошла презентация книги кубанского автора Юрия Бадяева. Заслуженный учитель и историк. В своем труде он попытался собрать информацию о георгиевских кавалерах России с момента учреждения самой награды. А это период почти в 250 лет. В новом издании Юрий Бадяев рассказывает не только о жизни героев, но и проливает свет на неожиданные исторические факты. С автором книги побеседовали наши краснодарские коллеги. Как дела ваши? Вы сегодня у нас с подсчетным таким изданием. Ну здорово! В первой школе Станицы Динской Юрия Бадяева знает любой. Даже охрана пропускает без лишних вопросов. Здесь он легенда. На одном месте проработал 45 лет. Юрий Михайлович Бадяев и на пенсии остался для всех живым учебником истории. Здравствуйте, ребята. Ну вот это мой первый кабинет. Здесь я начинал работать в сентябре 1966 года. Конечно, он не похож на тот кабинет, который был. Вот, потому что он полностью переоборудован. Ну, здесь просто были парты. Прогуливаясь по школьным коридорам в своей 81, Юрий Бадяев уверен, бывших учителей истории не бывает. Вот и сейчас проводит открытый урок. Тема дня – георгиевские кавалеры и георгиевские награды. Именно об этом заслуженный педагог Кубани написал свою новую книгу. Настоящий исследовательский труд. Чтобы собрать как можно больше информации, пришлось поднимать государственные архивы. В черновой вариант рукописи вошли 503 страницы. После редактуры осталось 255. Только самые интересные и неожиданные факты о георгиевских наградах и их владельцах. Мы вот в 60-е и 70-е годы не могли представить даже, что георгиевскими кавалерами могут быть священники. А ведь помимо того, что они могли иметь солдатский георгиевский крест, помимо того, что они могли иметь орден военный офицерский святого Георгия, они могли еще иметь специальный крест священника, который носился тоже на георгиевской ленте. И священники часто шли в атаку впереди полков. С крестом в руке внес крест, высоко поднятый в руке. У него не было никакого оружия, кроме вот этого креста. Книга разбита на 19 глав. Каждая посвящена отдельной теме. Например, очерки о наградном георгиевском оружии или о георгиевских кавалерах-детях. Немало среди награжденных оказалось и кубанских казаков, участвовавших в Первой мировой войне. Наши кубанцы выставили 90 тысяч казаков, участвовали в войне. Вот 30 тысяч получили георгиевскую награду. Это или георгиевский крест, или георгиевскую медаль. Георгиевская медаль тоже давала звание георгиевского кавалера. Исторический сборник охватывает период в 248 лет. С момента, когда Екатерина II учредила орден святого Георгия. Техническая работа над книгой заняла около двух лет. Но интересоваться самой темой Юрий Бадяев начал 71 год назад, когда еще мальчишкой впервые увидел живого георгиевского кавалера. А вот толчком к изданию книги стали события на Украине, признался историк во время официальной презентации в День народного единства. Послушать ее собрались люди из самых разных сфер, от студентов и учителей до губернатора края. Я очень-очень люблю Украину. Я там служил. У меня жена украинка из Донецкой области. И вот когда начались вот эти вот глумления на Украине над героями, которые носят георгиевскую ленту, когда стали называть их колорадами, оскорбительные клички, а эти ленточку колорадка, вот тогда это меня страшно возмутило. Юрий Михайлович, как никто другой, знает, что история не терпит сослагательного наклонения, как и попыток переписать то, что уже произошло. И подобные книги как раз возможность отличить реальность от вымысла. Особенно важно это для молодежи, заметил во время презентации Вениамин Кондратьев и вспомнил свои школьные годы, когда с головой погружался в уроки истории. Ведь учителем был тот самый Юрий Бадяев. Я помню ваши уроки в школе, на самом деле, даже когда мы уже их закончили, и даже когда уже не нужно было туда приходить, мы завидовали тем, кто приходил на его уроки. Только потому, что это были уроки, на самом деле, глубокие, они были настоящие. Они были не из книжки, они были где-то, может быть, из поисков, образы, которые он, на самом деле, собирал, искал и лично встречался с людьми, люди близ его жизни. Необходимо сегодня, чтобы эти герои, они оказались пусть на страницах истории, на страницах книги, но в нашей жизни. Иначе откуда нам брать вот эту связь поколений. И когда молодой человек или девушка будет знать, что вот он, который герой, тоже ходил по этой улице, он тоже был в этом парке, в этом сквере, но он стал героем. Это будет другое его восприятие. Трехтысячный тираж книги под авторством Бадяева разошелся по всем школам Краснодарского края. В качестве дополнительного пособия ее можно взять в библиотеке. Издание с профессиональной точки зрения уже оценили, учителя и историки. Вы сами видите, что другие страны, как уже сказал Юрий Михайлович, переворачивают историю с ног на голову. Но благодаря таким людям, как Юрий Михайлович, за историю края, за частичку истории России мы можем быть спокойны. Всех собравшихся интересовал вопрос, будет ли продолжение. Однозначно Юрий Бадяев не ответил, но заметил. Если сложить весь рабочий материал в стопку, она получится почти метр высотой. А значит, занимательная история вполне может вылиться в новую книгу. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Денской район, Краснодар. А в Сочинском Олимпийском парке в торжественной обстановке приняли присягу атлеты, призванные в спортивные роты, которые дислоцируются в подмосковной Балашихе, Санкт-Петербурге, Самаре и Сочи. В общей сложности более 170 человек. Они представляют Россию в трех десятках олимпийских дисциплин. В числе призывников Центрального спортивного клуба армии, призеры чемпионатов мира и мастера спорта, в том числе международного класса. А также кандидаты на участие в зимних играх 2018 года в Пхенчхане и Олимпиаде 2020 года в Токио. Им всем пожелали пройти службу с честью, брать пример с выдающихся спортсменов и приумножать традиции армейского спорта. Как спортсмены мы защищали нашу страну на спортивных аренах, но от воинской нас никто не освобождал. И сегодня мы приняли присягу, и теперь это двойная ответственность на нас для того, чтобы защищать нашу страну на олимпийских и международных аренах. Спорт роты ЦСКА были возрождены в 2013 году по поручению президента России Владимира Путина. На недавних международных военных играх армейцы стали первыми в общекомандном зачете. Всего за четыре года наши военнослужащие больше 500 раз становились чемпионами и призерами крупных соревнований. Пятеро завоевали медали на олимпийских играх. В Сочи состоялся городской субботник. Он проводился ко дню города, который на курорте начнут отмечать уже в ближайшие выходные. Районы администрации предоставили жителям транспорт для вывоза накопившегося во дворах мусора. В итоге только в центральном районе в ходе субботника было собрано 20 тонн отходов. По традиции на субботник вышли самые неравнодушные. В центральном районе много торговых объектов, так что и предприниматели отозвались на просьбу администрации города навести лоск вокруг своих магазинов. Фасад, стекла подъехать, чтобы чистота города была. Обычно стараются обновить здания, подкрасить весной к летнему сезону. Но в Сочи курорт круглогодичный, здесь тепло всегда. Можно и не ждать лучшей погоды, а тут еще и повод замечательный – день рождения города. Люди не безразличные, которые, я бы даже сказал, даже с какой-то ответственностью, с какой-то инициативой выходят. И не только в субботник, им нравится привести свой двор в более лучшее состояние. Сегодня именно все вместе собрались всей улицей и вышли. Вот результат налицо работы. Сейчас на улицах много опавшей листвы, так что сочинцы стали добровольными помощниками дворников. О необходимости выйти на генеральную уборку своих же дворов глава Сочи заявил на планерном совещании. Задача глав района вместе с Мухдином Адимовичем – предоставить технику и бесплатную утилизацию отходов. Ставлю задачу перед депутатами городского собрания промониторить все наши лесные, сельскохозяйственные земли, для того, чтобы определить там мусор и вывезти его. То есть мы должны день города праздновать в чистом городе. В итоге только в центральном районе было собрано и вывезено 20 тонн мусора. Помыли даже тротуары. Навели порядок и на зеленых газонах. Они выглядят теперь более ухоженными и привлекательными. Чище стало и на детских площадках. Елена Авсецна, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Но не везде субботник прошел так активно. Это стало понятно сегодня в ходе проверки главой Сочи улицы Гагарина. Не везде наведен порядок. А поэтому в отношении управляющих компаний введут штрафные санкции. Такое решение принято именно по результатам субботников. Подробнее Татьяна Говоркова. От Цветного бульвара до переулка Гуковский по такому маршруту сегодня утром прошел Анатолий Пахомов с главой Центрального района и представителями Управления административного контроля. Именно они должны мониторить санитарное состояние придомовых территорий и их благоустройство. А вот следить за чистотой обязанностей жителей и управляющих компаний. Право потребовать от управляющей компании, от РЭПа, от другой, только у жителей есть. Если управляющая компания не выполняет договорных отношений, которые заключили жильцы с ней, жильцы имеют право переизбрать другую компанию. Либо, если эта компания не хочет отказываться от управления, выйти в суд. Другого пути нет. Управляющие компании в данном случае свои обязанности не выполняют. От субботника по улицам Гагари на Красноармейской переулку Гуковский, как оказалось, не было. Грязные склоны, мусор в палисадниках прямо под окнами многоквартирных домов. С ним не справляются и дворники. И за такой беспорядок домоуправления будут платить по счетам до 100 тысяч рублей. Мы уже создали управление административного контроля, которое имеет определенные полномочия. Полномочия только одни – это штрафы. Штрафы за антисанитарию во дворах, штрафы за некачественную аренду земельных участков. Мы просто должны наших людей смотивировать тому, что они должны жить хорошо, как и во всем городе. Во дворах тем более должно быть хорошо, потому что это экология. А экология – это здоровье людей. Они этого не понимают пока, к сожалению. Работа управляющих компаний станет отдельной темой обсуждения на ближайшем планерном совещании с участием домкомов и ТОСов. По оценке многочисленных экспертов, Сочи – один из самых благоустроенных и чистых городов России. Но ведь чисто должно быть не только на городских территориях – парках, скверах, дорогах, тротуарах, но и во дворах. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ. Не за горами Новый год. И хотя до праздников еще полтора месяца уже открыта продажа пиротехнических изделий. Соответственно, подростки, как всегда, решают опробовать бомбочки заранее. А жители вздрагивают от шума петард. И это правда. Пиротехника уже в продаже. Юные покупатели не ждут праздников. Приобретают бомбочки и салюты не для того, чтобы повеселиться на Новый год. Им хочется поразвлечься сейчас. То, что они пугают прохожих, подростков еще больше раз задуривает. Дети, особенно маленького возраста, в большом количестве скупают петарды. Бросают под ноги вечером прохожим прямо с балконов. Абсолютно не думая, что эта петарда может попасть на соседний балкон с последующим возгоранием. Абсолютно не думая о том, что внизу могут идти люди, которые страдают сердечными заболеваниями. Недавно я выходил вечером в парке на Цветном бульваре. Дети же не просто сожгут эти петарды. Они засовывают их в бутылки по несколько штук. Зажигают и смотрят, что из этого получится. И хорошо, если разорвавшаяся бутылка никого не поранит. Но случаев травматизма много. Поэтому Управление гражданской обороны и защиты населения просит родителей не закрываться от проблемы, а усилить контроль за своими детьми. В школах по поручению главы города планируется провести родительские собрания на данную тему. В Сочи из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий произошло три пожара. Одно кафе у нас в Лазаревском районе практически сгорело от использования пиротехнических изделий. Залетело туда. Потом один ребенок получил ожоги, потому что на нем загорелась одежда в результате использования пиротехники. И точно так же в результате попадания петарды загорелась квартира, и человек получил травму, ожоги в результате пожара. Специалисты напоминают, при покупке пиротехники надо обращать внимание на срок изготовления и при использовании четко следовать инструкции. Нельзя забывать нашумевшие истории с пермским клубом «Хромая лошадь», когда погибло 156 человек. Соответственно, и взрослым надо помнить о том, что пиротехнику можно использовать только на улице, но не в закрытом помещении, с соблюдением всех норм безопасности. В Сочи задержан подозреваемый в повреждении надгробий на кладбище. О вандализме на погосте в Олимпийском парке в полицию сообщил местный житель. Сотрудники полиции на месте обнаружили повреждения памятников и крестов. В ходе осмотра были изъяты отпечатки пальцев, слепки и убуи. При отработке полученной оперативной информации была установлена личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Ростовской области. В ходе проверки его показаний было установлено также, что он находился во время совершения данного преступления в состоянии наркотического опьянения. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения данному гражданину. Вверх ногами на самой экстремальной американской горке. Накануне в Сочи парке на аттракционе зависли люди. ЧП произошло в 15.45. В соцсетях появилось видео, на котором девушка рассказывает о ситуации, а за спиной у нее неподвижный аттракцион с людьми. Как стало известно, аварийная остановка произошла из-за резких порывов штормового ветра, во время которых эксплуатация аттракциона запрещена для безопасности пассажиров. После остановки всех гостей в течение минуты спустили на эвакуационную платформу, сообщили в пресс-службе парка. Также о том отметили, остановка «Квантового скачка» подтвердила, что системы безопасности аттракциона исправно работают. Аттракцион протестировали и позже вновь запустили. «Квантовый скачок» – один из самых экстремальных аттракционов в мире. Он оснащен датчиками системы безопасности, которые реагируют на любые изменения погоды, давления, температуры. И при критических колебаниях аттракцион останавливается. Мужчина пытался поджечь себя у железнодорожного вокзала «Адлер». Инцидент произошел накануне. По рассказам очевидцев, неизвестный мужчина залез на автомобиль, облил себя из канистры бензином и начал выкрикивать угрозы прохожим. В пресс-службе транспортной полиции подтвердили этот факт и сообщили о задержании мужчины. Также в полиции добавили, что мужчина собирался совершить самосожжение. Сейчас правоохранители устанавливают причины, толкнувшие мужчину на такой шаг. Вячеслав Ивашенко стал лучшим водолазом страны. Сочинский спасатель признан победителем 9-го Всероссийского фестиваля МЧС России «Созвездие мужества». Успешная работа на месте крушения Ту-154 и стала решающей. Именно по итогам этой спас-операции Вячеслав Ивашенко стал лучшим водолазом России. При подсчете показателей работы номинантов учитывалось время, проведенное под водой, а также сложность водолазных работ, глубина, видимость, скорость течения. Глубина была, в принципе, уже такая более серьезная, свыше 20 метров. Сама операция проводилась в сжатые сроки, надо было работать быстрее, потому что зима, погода нестабильная, постоянно шторма. Ну и поэтому уже так старались как можно быстрее все это делать. Жизни людей Вячеслав спасает 14 лет. Именно столько он работает в ЮРПСО. В следующем году водолаз-спасатель выходит на пенсию, но покидать службу не планирует. Ведь 220 поисково-спасательных операций – это далеко не предел. Самые же крупные из работ, в которых участвовал Вячеслав Ивашенко – это поиск группы спелеологов, попавших под лавину в Абхазии, ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, работа в полевом медицинском госпитале на границе с Украиной и ликвидация последствий наводнения в Крымске. Мы можем также отработать и на скалах, в пещере можем сходить, кого-то там поднять, если вдруг что-то случилось, вынести наверх. ДТП в городе отработать, в общем, весь спектр работ мы делаем. Но все равно есть людям, что ближе, по душе. Ну вот, мне больше как бы водолазной работы. Мама у меня водолаз, ну, занималась, может быть, гены какие-нибудь, не знаю. Тихо и спокойно под водой. Сочинские спасатели ежегодно подтверждают звание лидеров. Лучшим спасателем прошлого года также стал сотрудник ЮРФСО. Вячеслав же таковым признан уже не в первый раз. Как и все спасатели, преданные своему делу, работающие не столько за зарплату, пожалуй, а вот за ту возможность реализовать свои мечты, может быть, возможность принести пользу людям, спасти человеческую жизнь. В принципе, даже помню день, когда он пришел, со мной беседовал по поводу трудоустройства. Ну, я тогда спросил, а почему к нам? Он сказал, хочется мужской работы. Порадовались за Вячеслава и коллеги, и, конечно же, семья. Супруга поддерживает своего героя даже на работе. Александр Ивашенко трудится в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС с ведущим инженером. Гордится, что к многочисленным наградам супруга, в числе которых медаль за спасение погибавших, прибавится очередная. Торжественная же церемония награждения победителей всероссийского этапа МЧС России «Созвездие мужества» пройдет в Москве в декабре. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Завтра во всем мире будут отмечать Всемирный день борьбы с диабетом. 14 ноября – это день рождения канадского физиолога Фредерико Бантинга, который вместе с врачом Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии инсулина, лекарства, спасающего жизнь людям больным диабетом. По традиции, в Сочи в рамках Всемирного дня борьбы с этим хроническим заболеванием проходят бесплатные уроки в школе диабета. Цель – рассказать о причинах, симптомах, осложнениях и лечении недуга. В рамках Всемирного дня борьбы с диабетом в актовом зале Центра медицинской профилактики города Сочи по улице Новогинской, 9, 3 этаж состоится школа сахарного диабета, которую проведет главный эндокринолог города и другие специалисты. Всех взрослых и детей, желающих узнать о профилактике и лечении этого заболевания, приглашаем к нам 14 ноября в 14 часов. Участие в мероприятии бесплатно. Сочинцев приглашают на слет народных университетов. Общероссийский форум уже в третий раз собирает на своей площадке в санатории знания тех, у кого жизнь на пенсии только начинается. От возраста до жития к возрасту счастья. Именно так звучит основная идея форума, посвященного вопросам качества жизни старшего поколения. Участники двух предыдущих форумов убедились в том, что эта идея отнюдь не фантастична. Есть множество примеров, когда люди старшего поколения не просто доживают годы, а ведут активную общественную жизнь, принося пользу себе и окружающим. В этом году на слете народных университетов изучат и обсудят наиболее интересные международные российские практики, работы с людьми старшего поколения, проанализируют успешные российские примеры некоммерческих организаций. Здесь пройдут семинары и тренинги от специалистов в вопросах психологии, привлечения финансов, выстраивания отношений с органами власти. Форум пройдет с 15 по 18 ноября на базе санатория «Знания». Заявки на участие надо прислать в Воркомитет слета по электронной почте народуниверссобакаджимейл.ком или по телефону 269-46-03. В Сочинском институте РУДН открылся учебно-тренинговый центр. Речь идет о не имеющем аналогов среди учебных заведений города многофункциональном пространстве, разделенном на несколько зон. Одновременно в центре может быть оборудовано 16 индивидуальных рабочих мест. А всего учебно-тренинговый центр Сочинского института РУДН вмещает до 150 слушателей. Кроме того, здесь будут проходить встречи, выставки, конференции, фестивали, студенческие мероприятия в различных форматах. Директора института РУДН Надежда Козлова назвала подарком ко дню города открытие этого центра. Не секрет, что курорту не хватает рабочих специальностей. Поддержать идею преподавателей вуза пришли сотрудники администрации, депутаты городского собрания Сочи, руководители различных предприятий и объединений города, в том числе новые работодатели, которые предлагают для реализации свои проекты. Каждый оставлял пожелания центру, который будет развивать рабочие специальности, станет практической площадкой для отделения среднепрофессионального звена по профилю своей деятельности. Мы вместе с ними будем воплощать в жизнь новые технологии. И это очень важно. И они сегодня слышат и понимают, что за новыми не только проектами, но самое главное подходами, которые предлагают студенты будущее. Поэтому мы – это WorldSkills, мы – это новые технологии, мы – это комфорт и любовь к жизни. Вокруг нового центра сформировано семь зеленых зон. Получился мини-ландшафтный парк с реликтовыми растениями, а уже внутри центра будут организованы конкурсы профессионального мастерства. В день открытия студенты уже продемонстрировали свои способности, начиная от поварского искусства до дизайнерских причесок. Это для студентов. Это мы будем приглашать повышение квалификации, можем для сотрудников, которые уже работают на предприятиях нашего города. Здесь могут проходить конференции, мастер-классы. Мы сюда планируем приглашать профессионалов своего дела, для того, чтобы было повышение квалификации и приобретение новых навыков. Функции и возможности нового учебно-тренингового центра неисчерпаемы. Это территория, где будет кипеть студенческая жизнь, где будут проходить различные мероприятия, от молодежных театральных постановок до фестивалей и ярмарок. Кроме того, центра превратится в выставочное пространство для лучших художественных работ студентов отделений, декоративно-прикладного искусства и народные промыслы, дизайн и приглашенных художников и мастеров. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ. На сегодня все. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.